Седьмой класс, 34 серия. Способ подстановки. Давайте рассмотрим способ подстановки для решения систем из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Прежде всего, надо выразить одно неизвестное через другое. Например, y через x, но можно и наоборот, x через y. Полученное выражение надо подставить в другое уравнение системы, и тогда получится уравнение с одним неизвестным. Решив это уравнение, мы находим значение, например, x, и, подставив найденное значение в первое выражение, находим y. Давайте на примере рассмотрим. Вот такая система из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. x плюс y равняется 5, x минус y равняется 1. Из первого уравнения следует, что y, то есть мы выражаем y через x, y равен 5 минус x. А теперь подставим во второе уравнение вместо y вот это выражение. Что получится? Так, x минус… Значит, надо отнять вот это выражение. Значит, будет минус 5 плюс x. Плюс x. Так, получается 1. Так, во втором уравнении только одно неизвестное. x. Можно решить это уравнение. Тут 2x равняется 6. x равен 3. Так, x равен 3. А теперь, подставив это значение в первое уравнение, мы можем найти значение y. Значит, x равен 3, а y равен 5 минус 3. Это будет 2. Итак, ответ 3 и 2. x равен 3, y равен 2. Можно сделать проверку, подставить найденные значения и убедиться, что действительно это решение. Так, давайте рассмотрим еще пример. Так, давайте решим систему способом подстановки. Так, из первого уравнения можно выразить y через x. Значит, y равен 4 минус 2x. А теперь подставим вот это выражение вместо y во второе уравнение системы. Получится x плюс 2 умножить… А вот вместо y мы пишем 4 минус 2x. Так, и получилось уравнение с одним неизвестным. То есть можно найти значение x. А когда мы найдем значение x, подставив первое уравнение, мы сможем найти и y. Итак, находим значение x. Решаем это уравнение. Уравнение системы можно менять местами. То есть мы сейчас поменяли местами и на первом месте записали уравнение с x. x равен 1, ну, а затем вместо x подставляем единицу и находим значение y. y равен 2. Это решение системы. Первая задача. Решите систему уравнений. Давайте решим эту систему способом подстановки. Из первого уравнения. Давайте выразим y через x. y равен 8 минус 2x. А теперь во второе уравнение, вот сюда вместо y, мы подставим вот это выражение. И получится вот такое уравнение. Обратите внимание, уравнение содержит только одно неизвестное – x. решая это уравнение, мы находим значение x. x равен 5. Решая это уравнение, мы находим значение x. x равен 5. А теперь подставляем вместо x 5 и находим значение y. y равен минус 2. Нужно сделать проверку. Найденные значения подставить в условие задачи, вот, в исходную систему. И убедиться в том, что это действительно решение. 5 минус 2. Так, вторая задача. Решите систему уравнений. Тоже давайте решим способом подстановки. Вот здесь удобнее выразить x через y, потому что коэффициент при x равен единице. x равен 5 минус 2y. А теперь во второе уравнение, вот вместо x, мы давайте подставим вот это выражение. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим значение y. Минус 5y равняется минус 10, значит, y равен 2. y равен 2. А теперь осталось найти x. Вот сюда подставляем 2. 5 минус 4. x равен 1. Итак, решение системы. x равен 1. x в ответе всегда указывается на первом месте. Алфавитный порядок. y равен 2. И третья задача. Решите систему уравнений. Давайте выразим одну неизвестную через другую. Например, y равен 3 минус x. Давайте подставим во второе уравнение. Вот вместо y мы подставим вот сюда вот это выражение, содержащее x. И у нас получится… Посмотрите, что получится. Получится неверное равенство. Посмотрите. Так, я сразу домножаю на 3. Значит, получится 9. 3х3 – 9. И минус 3x. И это должно быть равно 7. Так, 3х минус 3х. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна 0. И получается, что 9 равно 7. Неверно. Решений нет. Данная система противоречива. Решений нет у этой системы. Решений нет. Продолжение следует...